Так, сижу я такой и думаю, что многие до сих пор используют виртуал-дисктоп, например, для стрима с ПК, потому что им почему-то кажется, что airlink это сложно, а airlink это не просто просто, это очень просто. Вот, и я решил записать небольшое видео про то, как он работает. Как ни странно, вроде бы это банальная вещь, но я практически уверен, что никто этого мануала не сделал. Итак, идем в настройки, у вас должен быть на шлеме, это у меня Oculus 2, у вас должна быть 29 прошивка или выше, и на компе у вас тоже должна быть 29 прошивка или выше. В экспериментальных функциях находим галочку airlink, вот она, включаем ее. У вас на компе сейчас тоже покажу, когда туда сконнект, что сделано там у вас будет. Дальше, опять же, здесь же у нас появляется кнопка, Oculus Airlink. При этом на компе мы запускаем софт Oculus и там даем доступ к подключению. Сейчас я покажу, когда туда сконнектусь. Здесь, соответственно, нажимаем, он спрашивает подключиться. Ты говоришь, да, подключиться? Проходит какое-то время, и у нас появляется логотип Oculus. Вас не должно пугать то, что в данном случае мы видим новое окружение от Oculus. Так, что у нас здесь? Во-первых, настройки самого airlink, вот они. Здесь из настроек я ничего не меняю. 100 мегабит динамический битред я оставляю. Можете извращаться, ставить до 200, если у вас карта чтят Nvidia зеленые. Если от AMD, то выше 100 все равно не поставить. Можно поставить постоянное значение, но я этого не делаю. И вот как оно по дефолту стоит, меня более чем устраивает. Ну, собственно, если вы хотите завершить сеанс, жмете кнопку выйти. То есть вот она. Здесь же у вас есть библиотека. Я вам сейчас покажу, собственно, во-первых, где на компе должно быть все это. Для этого мы дублируем рабочие столы. Можно хоть один, хоть два. У меня физически два рабочих стола. Можно сделать один. Вот он. И вот у вас, когда вы запускаете софт в настройках в бета, у вас будет галочка airlink. Это на версии прошивки 29 и выше. Не прошивки, а программного обеспечения. Если нет, обновляете. Но уже у нас сейчас конец июня 2021 года. Всем уже, по-моему, должно было это прийти. Заодно могу показать, как вытащить сюда второй монитор. Точно так же, как кто в сторону гриппом отнес. Вот у тебя уже два монитора. Тут у меня телега вынесена и автобурнер. Дома плюс 30. У меня сейчас 3 часа дня и вентилятор работает. Возможно, вы его слышите. Возможно, нет. Но это еще не все. Потому что у многих возникает вопрос, можно ли играть через airlink в Steam игры. Конечно, можно. Для этого вы делаете следующее, когда у вас открыт рабочий стол. Вот как сейчас у меня. Вы запускаете Steam. И, пожалуйста, вы запускаете любую игру отсюда. Это я могу сейчас потом показать. Она пойдет к вам в шлем. Чтобы в этом убедиться, вы сейчас идете в устройство и видите, что ваш шлем определяется просто как обычный Oculus. Вот они, Touch, Oculus 2. Заодно покажу, где поменять графику. Жмете вот здесь, прокручиваете до низа и здесь у нас будет настройки граффити. У меня 1060 на 6 гигов, поэтому у меня самая минимальная настройка. Вот на 72 герца и там 300 на 1500. Если у вас карточка лучше, вы можете выкручивать до бесконечности. Там, по-моему, 5000 на 3000 или около того. Ну и герцовку тоже можете повышать, если у вас потянет железка. Железка это делал. Вот. Я это к чему говорю? То есть в данный момент шлем полностью определяется как обычный проводной Oculus. Это значит, что любой софт, хоть это будет какой-то плагин для блендера, написанный там пяткой левой ноги в осяном каким-то, если он работает по проводу с Oculus, он будет работать с вашим квестом по Air Link. Чего у нас не происходит с Virtual Desktop, потому что при подключении по Virtual Desktop там шлем определяется бог знает как для разных игр, поэтому там надо устраивать всякие танцы с бубном. Здесь не надо просто. Подключился и все. Это очень большое преимущество Virtual Desktop. Я даже, наверное, не буду здесь ничего запускать, но смысл в том, что вы можете любую игру отсюда запустить, которая поддерживает VR, и она у вас пойдет в шлем. Ну, что-нибудь совершенно простое, чтобы показать просто, что он работает. Можете, кстати, просто запустить вон SteamVR сверху. Ну-ка. Ой, это был не SteamVR, а этот самый Big Screen. Я не туда нажал. Довольно мерзкий режим. Не люблю я его здесь, из него выйти. Вот. Рядом кнопка. SteamVR. И вот это, вы сказать, у них клавиатура выбешивает, конечно, да. Так и не пофиксили еще со времен Oculus Rift. Вот, все, я в SteamVR. Я могу либо отсюда запускать игры, если мне надо. Библиотека. Это левая кнопка, системное меню. Вот, пожалуйста, запускай, что хочешь, оно будет работать. Я не знаю, откуда взялся этот миф про то, что по Air Link не работает. Что-то из Steam, все тут работает. Более того, я могу опять же вот вернуться на рабочие столы, если мне надо системной кнопкой из Oculus. У них, на самом деле, вот этот софт ПК-шный, он очень крутой. Вот. И могу отсюда запуститься, могу оттуда запуститься, могу SteamVR, закрыть. Все, его нет. Что, он обновился? Закрыть. Что тут еще интересного? После того, как будете запускать игры из SteamVR, в этом самом, вот так они у вас будут попадать в библиотеку. Вот. И будут тут отображаться, соответственно. В следующий раз вы можете запускать уже отсюда. Здесь также есть, понятное дело, магазин. Куда без него? Так. Который... А, вот загрузился. Но это магазин именно для ПК-шных версий. То есть магазин на квесте, это квест. Вот он, Лонеха, например, здесь есть и прочее. То, что именно сделано для ПК. Всякая социальная хрень, типа чата и прочего. Уведомления даже не буду этого касаться. В настройках здесь есть графика, аудио-видео выходы. Вернее, какой микрофон использовать, куда подавать звук и так далее. Но это все, оно в основном используется для проводных шлемов. По большому счету, вам здесь особо ничего и не надо. Экспериментов были часы и еще что-то интересное. Сейчас, у меня их нет. А, кстати, они должны быть. Почему-то не показываются. Ну ладно. Не показываются, не показываются. И хорошая фишка. Мне нравится этот дом. У меня есть отдельно про этот дом ролик на канале. Я в подсказках его оставлю. Что-то он не хочет загружаться, правда. Да, вот он загружается. Это среда окружения, которая интерактивная, гораздо круче, чем для Oculus Quest. Как видите, здесь у меня дом, обставленный наполовину моими моделями. Ну, там посмотрите, у меня есть отдельно 10-минутный ролик про это дело. Здесь я особо про это рассказывать не буду. Ну, собственно, как-то и все. Да, по поводу, ну, как видите, я сказал. То есть, ну, вот, собственно, и весь Air Link здесь. Это гораздо проще, чем в ВД. Здесь нет никаких настроек граффити. Оно все по дефолту. Настройки граффити, я показал, вы можете для самого устройства там, если вам надо изменить. Вот. Ну, и выход отсюда. Вас расконнекчивать в электричественном окружении для Oculus Health показывает, что ваш компьютер готов подключиться. В общем-то, и все. Надеюсь, кому-то пригодится это дело. Пробуйте. Мне он понравился гораздо больше, чем Brutal Desktop.